Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, конечно, ни погода, ни время года не благоприятствует разговорам на высокоученые политические темы. Тем более я благодарен тем, кто дошел сюда, но тут, слава богу, вроде относительно прохладно. Мы в связи с наступившим летом закрываем наш условный сезон, надеемся, если не случится никаких новых потрясений, вернуться в сентябре с новыми силами, идеями, событиями и так далее. Но уверенности в том, что именно сейчас с наступлением лета этот самый политический сезон завершается, совершенно нет. Сейчас события происходят вне прежних графиков. Циклы как-то один сменяют другой. Что будет этим летом, мы не знаем. Будем надеяться, что как-нибудь обойдется без крупных потрясений. Хотя, собственно, повод для сегодняшней встречи, через два дня предстоит весьма шумно обсуждаемое событие. В Великобритании проходит референдум о членстве страны в Европейском Союзе. Страсти накалились до нельзя, как мы видели, читали в новостях даже до смерти убийства. Хотя, в отличие от наших чудесных журналистов, которые сразу лепят ярлыки, британские СМИ очень осторожны с тем, чтобы обозначить убийство парламентария, члена парламента, либористки, сумасшедшим националистам, как нечто связанное с компанией по Брекситу. У нас сразу написали, что сторонник выхода из ЕС убил, вернее, ну да, сторонник выхода убил противника. Я ни в одной британской газете вот такого не видел, хотя понятно, что, ну, есть, это витает в воздухе. И, конечно, эта трагедия, она некий дополнительный флер и воздействие может оказать. Но даже если не брать этот конкретный страшный инцидент, накал страстей невероятный. Честно сказать, я до относительно недавнего времени, вот у меня никаких не было сомнений в том, что это все покипит, пошумит, потом они проголосуют за то, чтобы остаться, ну и все это уйдет. Я по-прежнему считаю, что они проголосуют за то, чтобы остаться, но, видимо, это будет очень такое вот почти поровну. А самое главное, тот урон политический, который наносится вообще всей системе и европейской, и британской, и консервативной партии, которая все это инициировала, а теперь не знает, как из этого выпутаться, да, ну, собственно, не консервативная партия в целом, а премьер-министр Кэмерон, это показывает, опять же, безотносительно к результату, это показывает, что политический класс, обобщенный в мире, в общем, переживает далеко не лучшие времена. Одно накладывается на другое, другое на третье, везде все чего-то происходит. С одной стороны, явный рост отчуждения верхов от низов, с другой стороны, холодная война, или не холодная война, или крикатура на холодную войну, ну, в общем, вот все то, что связано с нашей великой родиной. С третьей стороны, вообще какие-то глобальные сдвиги, от которых управляющие во всех странах просто теряют голову и не знают, как реагировать, и все это вместе называется, вероятно, какой-то новый переломный переходный период, который происходит не только в геополитическом глобальном таком аспекте, что мы очень любим, мы же обожаем вот эти все сдвиги тектонические, но гораздо важнее, что он происходит в обществах, он происходит среди, внутри стран, внутри сообществ, и в этом смысле, наверное, можно вспомнить всякие разные теории, в том числе и марксизм-ленинизм, который рассказывал нам о том, как все это развивается. То есть, как бы то ни было, мы находимся, безусловно, в каком-то очередном историческом поворотном периоде, уже не только политическом, но и гораздо более обширном. Я очень рад, что сегодня с нами согласился провести этот жаркий вечер Юрий Ильич Рубинский, он у нас был уже как минимум дважды, по-моему, на самом первом лектории, вот самый первый, который был уже три, что ли, года назад, или два с половиной, нет, это был второй, а вот первый раз вы с Бардачом обсуждали Европу, это было, по-моему, три года назад, вот, и второй раз, да, второй раз это было, когда мы обсуждали Холодную войну. К Холодной войне мы еще перейдем, а пока я хочу вас спросить, как вот живого свидетеля всего того, что Европа пережила за последние почти сто лет, ну, не сто, но приблизительно. Мне еще не сто. Еще нет, ну, в общем, мы так. Скоро будет. Как раньше на севере коэффициент, там, год за два или что там. Вы всю жизнь посвятили, помимо всего прочего, но в первую очередь посвятили Франции. Франция страна, которая известна тем, что там политический темперамент кипел всегда, страна бесконечных революций, баррикад. И последняя из революций, которую помнят, ну, даже на моей жизни, хотя я тогда еще ее не следил, но я уже был на земле. Это 68-й год, слом некой вот социальной структуры, бунты, восстания, причем одновременно по всему миру, какие-то сдвиги, на западе одни, на востоке другие, там, Чехословакия. То есть, короче говоря, почему я это вспоминаю? У меня возникло ощущение, что в каком-то смысле вот сейчас период напоминающий, только в гораздо большем масштабе в силу глобальности мира. Вот прав ли я, или, может быть, это просто кажется, а на самом деле совершенно разные процессы? Я считаю, что вы правы, но сравнивать, скажем, 68-й год и то, что сейчас происходит, трудно, просто потому уже хотя бы, и это самое главное, что в процесс сотворения истории втянулись не просто сотни тысяч и миллионы, а десятки, если не сотни миллионов людей, причем не в той форме, в какой это было принято, так сказать, включая там и революции, и насильственные какие-то массовые движения и так далее, которые были управляемы снизу или сверху, и сбоку, если хотите. То есть 68-й год был управляемый? Это, ну как, что значит управляемый? Если сталкивались, вот что касается, скажем, конкретно мая 68-го года во Франции, это свалилось, как говорится, гром с неба, так сказать, вот, и никто не мог предположить, что чихо и спокойно. Да, вы знаете, в 1848 году, перед тем, как произошла революция, превратившаяся в весну народа по всей Европе, буквально за месяц-два там один видный писатель написал во Франции статью «Франция скучает». И самое смешное, что буквально то же самое произошло в 68-м году. Тоже появилась статья «Франция скучает». Представьте себе, какое совпадение. И она развлеклась. Но дело в том, что если потом уже пытались осмыслить, что произошло, ведь есть действительно параллели с тем, что имеет место сейчас. В каком отношении? Ну, прежде всего, детонатором этих неуправляемых событий оказалась молодежь. Новое поколение. Поколение образованное, поколение, связанное, ну, тогда еще не социальными сетями, но, во всяком случае, продвинутое, если можно сказать, которое воспринимало особенно, так скажем, болезненно некие устои, которыми жили их отцы. Вот этот бунт детей против отцов, он не всегда имел место, так сказать, в конфликт поколений, но там он имел большую, очень серьезную подкладку во Франции, потому что люди, которые родились, бэби-бумеры, многочисленные поколения, родившиеся после Второй мировой войны, они прошли период послевоенный, когда их отцы и деды, в общем, прожили очень непростой период, но они были счастливы, что после чудовищной кровопролития Второй мировой войны они могут снова отстроить Старую Францию и Старую Европу, а им так казалось, ничего подобного, потому что то, что нашли их дети, вовсе не соответствовало тому, что дети ожидали. И они подняли бунт, бунт, который, так сказать, ну он носил такие карикатурные вроде бы формы, троцкистские, там майористские, анархические лозунги, запрещается запрещать там, и там под асфальтом пляжа и так далее. Потом, так сказать, с улыбкой говорили, что эта революция была не социальная, а сексуальная, так сказать, действительно очень нравы прошатались. А в чем было дело? А то, что действительно общество традиционное, пережившее Вторую мировую войну, оно все-таки строилось на определенной системе авторитетов. Во всех звеньях этого общества, не будем брать, так сказать, в какой степени оно было буржуазное, капиталистическое и так далее, просто общество современное тогда было обществом авторитетов в семье, в экономической деятельности, в университете, так сказать, там, на предприятии и где угодно. Этот вертикальный характер ничуть не отменялся политической демократии. Она канализировала, так сказать, по понятным правилам игры, а вот молодежь восприняла это как лицемерие и как обман. Она попыталась отменить все. Ничего, конечно, не вышло у нее, потому что в дело вступили уже большие массы. Юрий Ильич, если можно на секунду прерваться, чтобы понять, ведь это явление постоянно повторяющееся, поколение подрастает. Вот, например, между войнами, там, 30-е годы во Франции, там, на этот самый левый тоже период, тогда было по-другому. Вот почему 68-й год так рванул, ну, как кажется, больше, чем предыдущие там. Видите, международным фронтом, и международными фронтами 30-х годов, антифашистскими, там, социально-прогрессивными и так далее, и событиями 68-го года, и позднейшими, большая разница. Тогда это категории были, ну, говорят, так сказать, нашим старым языком, классовые, и организованные, партийные там и прочее. Это в 30-е годы? Да, это 30-е годы. А здесь события вышли из-под контроля, это совершенно однозначно. Ну, вы помните, что генерал Дегуль, никто-нибудь, вынужден был покинуть Париж и влететь в зону, в французскую зону оккупации в Германию. Запомнили, с тем, чтобы получить поддержку раскротированных там французских вооруженных сил. Это, конечно, был урок, но дело в том, что французские, да, а потом в дело вступили гораздо более серьезные силы, более традиционные. Но их равновесие между этими, я имею в виду профсоюзы, там, предпринимательские организации, и с одной стороны, они выводили, действительно, сотни тысяч людей на улицы, занимали предприятия, как в 30-х годах, а потом испуганный обыватель, тут уже под призывом Дегуль вышел на Елисейские поля, вышел миллион человек. И вот то, что нужно было выводить миллион против тех, кто раньше, это уже было новое явление. Такого не было раньше. Вышел против революционеров, вышел испуганный обыватель. Да, и, собственно, Дегульская партия получала абсолютное большинство на выборах, которые он организовал. В Соединенных Штатах бунты университетские, и движение за равноправие расовое наложилось на войну в Вьетнаме. И протесты против Вьетнамской войны были настолько значительны, что в конечном счете правящие круги вынуждены были пересмотреть очень серьезные подходы, которые раньше они считали совершенно для себя безальтернативными. Но при этом на выборах после этого выиграл Никсон, что называется, правее только стенка. То же самое, что и во Франции, абсолютно. Вот что теперь происходит, вот отвлечемся, вот уже мир-то другой. А то, что, ну, я изложу свою точку зрения, она, не я ее один придумал, но я к ней согласен. Если запалом во всех этих массовых движениях, которые называют у нас цветными революциями, выступают действительно молодежь, которые не имеют ни программы, ни ясных лозунгов, ни какой-то реальной альтернативы тому, против чего они выступают. А они могут выступать против чего угодно конкретно. А вот дальше на улицу выходят уже совсем другие силы. И это, так сказать, более-менее устоявшее сейчас мнение, это средний класс. Средний класс, который стал не только в развитых странах, но и в развивающихсях, бывших третьего мира, стал достаточно значительным элементом социальной структуры и политической жизни. Причем этот средний класс в течение определенного времени, на волне технической революции, глобализации, стал во многих странах большинством населения, а в всем случае стал играть ключевую роль в общественной жизни в целом. И вот произошло так, что где-то с конца 80-70-х, еще на главном уровне с конца 80-х годов, развитие социальное и в развитых, и в развивающих странах, переломилась динамика его. Если раньше казалось, что марксистский анализ поляризации доходов, имущества, положения и так далее, идет как основная тенденция, то есть какое-то время оказалось, что это не так, что вроде бы средний класс увеличивается и за счет части верхов, и за счет, главным образом, конечно, низу. И этот средний класс – самый главный оплот стабильности. И вот тут-то и произошло что-то новое. Начиная с перелома мировой экономики, связанной, ну, началось с скачков цен на нефть в 70-х годах. Но плюс к этому, конечно, научно-техническая революция, которая создала серьезные проблемы с переходом от первичного сектора, сельского хозяйства, добывающего промышленности, а вторичный промышленный – это было довольно органично и более-менее естественно. А вот из вторичного индустриального общества в общество услуг, где услуги занимают три четверти национального продукта, вот этот процесс произошел все более непредсказуемо, потому что контрасты между доходами начали снова увеличиться. Верхние 10%, децильный коэффициент называется, и нижние, между ними начал разрыв в доходах, растал. И внутри отдельных стран, и между странами. Вот этот процесс, который вот только недавно начали, так сказать, статистически обрабатывать, коснулся всего мира, каждой страны по-своему, с учетом ее уровня развития, культуры и ценностей, если хотите. Но процесс был введения не тот же, тот самый средний класс. Ну, там, скажем, в развивающих странах считают средний класс 4 доллара в день человек получает. Вот, но ниже нищеты, голодная ценность, это доллар 25 центов. Вот, но вот те, кто больше 4, это, понимаете, все-таки огромные массы народа. И вот когда на улицы выходят эти колоссальные массы людей, они протестуют против чего? Они видят, что вот эти 10, а говоря прямо 1%, а иногда даже 1 десятая процента сосредотачивают в своих руках совершенно беспрецедентные богатства. На фоне того, что средний класс оказывается вытолкнутым из процесса, который он верил, так сказать, свято и считал глубоко правым в этом отношении, на обочину. Вот маргинализация среднего класса, это не просто молодежь, связанная с социальными титами, это действительно огромные массы народа. Но этим массам, вот я только хочу сказать, я этим закончу, не хватило, и пока не видно, не просматривается еще собственной программы, если можно так выразиться, которая ими бы вовладела. Вот известная программа. Идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами. Этих идей-то не было. И идеи оказались совершенно традиционные, лежащие на поверхности. И поэтому такие силы, вот в арабской весне этих революций, кто это были? В конечном итоге исламисты, армия. То есть совершенно традиционные силы, казалось бы. И кто в этих, ну что ли, потрясениях управлял ситуацией, очень трудно, потому что они либо реставрировали старые порядки, как это произошло, скажем, в Египте, либо они приводили к полному хаосу и распаду государства и общества, как это произошло и в Ливии, и в Сирии, и во многих других странах. Либо к военным диктатурам. Ну, в том же Таиланде тоже военная диктатура. Вот понимаете, вот сегодня мир оказался, судя по всему, перед лицом того, что неравенство, неравенство действительно все более глубокое, казалось это в прошлом, оно толкает к протесту и протесту активному широкие массы. Управлять этими процессами все труднее и труднее, и элиты на это уже не способны. Да, вот как раз мы подошли к тому, что я хотел дальше куда двинуться. Тут есть, мне кажется, два направления. Мы сначала пойдем в одну сторону, потом в другую. Значит, одно направление вот по поводу среднего класса. Действительно, привыкли к тому, ну, я не знаю, что это такое, это, наверное, такое некое безысокомерие белого человека, что все социальные проблемы на протяжении длительного времени рассматривали на примере недоразвитых или, говоря более корректно, развивающихся обществ. Вот там то, сё, вот там средний класс появляется, не появляется. Сейчас все то же самое можно наблюдать на самых развитых примерах. Вот мне близок пример Германии, где я часто бываю. Значит, все сейчас пишут об одном. Средний класс, который, вот уж где он был, самая вот просто основа общества, политической системы, это Германия. Средний класс расслаивается, верхняя часть судорожно цепляется за свой уровень жизни, поддерживает его, но больше не растет. А нижняя часть скользит вниз и увеличивается нижняя часть и чувствует себя в ужасе, потому что они не привыкли к этому. И даже много пишут, Германия очень много на эту тему пишут, что появляется какая-то новая версия марксизма, только пролетариат уже не промышленная, а сервисная именно эта. Какой-нибудь там люди, которые, дама, может быть, даже она какого-нибудь эмигрантского происхождения, но она прекрасно себя чувствовала, открыв химчистку где-нибудь там в Кёльне и жила себе средненько, но нормально. А сейчас вдруг эта ее химчистка осталась, ну, она еле-еле сводит концы с концами. Или еще пример, который где-то описывали, очень интересно, юристы. Вот юристов в период, так сказать, процветания среднего класса наплодили столько, что сейчас их столько не нужно. А при этом, если ты юрист, ты же уже никогда в жизни не пойдешь, так сказать, на более черную работу. Ты ментально средний класс, а материально уже нет. И вот это вот как бы теряющееся. Я бы сказал вот что. Это абсолютно точно, но процесс деклассирования, деклассирования материального, но деклассирования социального, социального статуса, морального. Вот это самое болезненное. И люди там в том же Великобритании с голодом не помирают на улицах. Но дело совсем в другом, что люди, которые потеряли надежду на будущее для себя и особенно для своих детей, все буквально опросы общественного мнения говорят о том, что в Европе процветающие, вроде сытые, благополучные и так далее, подавляющее большинство респондентов отвечают, что наши дети будут хуже жить, чем мы. Но это, сами видите, очень серьезный вывод. И тогда за что они хватаются? У них нет своих каких-то волшебных рецептов. Либо они бросаются в прошлое. Это знамение времени сегодня. Make America great again. Ну вот именно, да, именно. Ну, я это, я уж извиняюсь, напомню, история повторяется дважды, да. Но до этого я процитирую на памяти, я хорошо учил его. Вот. Когда люди творят совершенно новое, никогда не виданное, они в суеверном страхе цепляются за обломки хорошо знакомого прошлого и творят новые акты трагедии будущего в костюмах и декорациях прежних эпох. Хорошо сказано. Так оно и происходит. И поэтому и исламисты в одной, скажем, арабских странах, предположим, и вот те самые, вот эта новая категория, ультраправые вроде бы популисты в Европе, в Соединенных Штатах, тот же Трамп, та же Марин Ле Пен, ну, все вот эти люди, тоже неудачливые, но все-таки близко подошедшие к посту президента Австрии, крайне правые, эти люди действительно зовут прошлое. Раньше было лучше. Раньше мы чувствовали себя, кто мы есть, знали, кто мы есть. А сегодня мы не знаем. И мы не знаем, что будет завтра. А вот смотрите, вернемся еще на секундочку, 68-й год. 68-й год породил очень интересный феномен, когда наиболее активная часть тех, кто протестовал, ну, революционеров, которые кидали камни или там бутылки с зажигательной смесью, они потом, революция проиграла, а они потом были как бы кооптированы в правящие слои. Там какой-нибудь Даниэль Конбендит, который кидал, его депортировали за хулиганство, а сейчас он депутат Европарламента на каком-то там 15-м сроке, или знаменитый Ёшка Фишер, который реально участвовал в уличных боях с полицией, а потом сейчас посмотришь на него такой буржуазный вообще министр-капиталист. А вот сейчас есть ли возможность у эстеблишмента кого-то втянуть из тех протестующих, которые вылезают? Это вопрос очень сложный и прямого такого четкого ответа на него нет. Если упростить, Марина Люпен, можно поглотить так, что она потом станет таким добропорядочным буржуа? Видите, сегодня на волне того, что происходит, я возможности такой не вижу просто по той причине, что нынешний механизм глобализированной экономики мировой, пусть распадающийся на региональные какие-то ареалы там отдельные, со своими проблемами, у каждой страны своя, позитивной программы, новой, кроме того, что уже было раньше, но в каких-то других рецептах коктейлей, пока ни у кого нет. Новых Марксов, Лениных не просматриваются. Может, слава богу, пока. А может, и не так плохо, я считаю, да. Но дело-то в том, что позитивную программу, не разрушения, а созидания, никто этим массам не предъявляет. И тогда они либо начинают крушить, и вы видите, в каких формах, даже кровопролитных бывает, либо социальный механизм, то, что вы сказали насчет кооптирования этих самых бунтарей, вот именно этот процесс, он очевиден для их детей, так сказать. Вот, они решили, что их предали, что их отцы действительно были куплены, втянуты в ту систему, которую они сами же когда-то проклинали и оплевывали, да. Вот, и этот процесс к чему ведет? А к тому, что следующая волна нынешняя, она гораздо больше, она еще более негативная не просто по существу, а просто по отсутствию целей реальной. Я сказал даже больше того, что те люди, которых выносят наверх на ее волне, я имею в виду вот эти люди типа Трампа, это же тоже не водопроводчик, вот, польский в Великобритании. Вот, он сам часть элит, но он контрэлита в чем-то, он ведет себя именно так, позиционирует себя таким образом, что его программа – это винегрет. Она действительно, она взята откуда угодно. Та же Марин Ле Пен, ее отец, который выгнан из партии, поссорился с своей дочерью, он был совершенно типичный, классический французский край, ультраправый. Он восхвалял Петеновский режим. В законе, что он называется. Все, так сказать. Ну, это вот, верните, нам, ну уж не короля, так сказать, но что-то в этом духе. Но сегодня она взяла наряду с националистическими, ксенофобскими лозунгами, которые имеют очень широкий отклик, еще некоторые социал-популистские такие заявления, то есть взяла на прокат у крайне левых. И вот теперь, как представить себе, если она приходит к власти, что будет дальше? Думать о том, что они способны восстановить, так сказать, организованное иерархическое общество, против которого они сами восстали. Не сами, конечно, а возглавили это восстание. Это очень сложно. Что это будет именно? Ну, то есть, понимаете, сейчас сегодня прогнозировать, что хочет эстеблишмент, правящий класс, и есть то, что он хочет, то и будет, очень трудно. В международных отношениях это особенно опасно. Раньше считали, там, ну, сидят там где-то такое в Госдепе или в ЦРУ, так сказать, те, кто надо, и они принимают решение, а остальные исполняют. Этого уже нет. Сейчас мы к международным отношениям подойдем, это как раз вот вторая дорога, которую я имел в виду. Я просто, я совершенно с вами согласен с тем, что, на мой взгляд, действительно кооптировать сейчас уже никого невозможно, еще и по другой причине. Протест, протест на земле, он носит характер всеобъемлющий, но он национальный. Общество французское, там, не знаю, греческое, немецкое и так далее, они совершенно перестали понимать, чего делает их самая, это, прости господи, элита, которая уже не национальная. Она-то глобализировалась. То есть она, не потому что они такие плохие, а потому что, ну, мир-то глобальный, поэтому те, кто хочет управлять, особенно крупные, влиятельные страны, они уже где-то там вот живут совместно. Но получается, что у них друг с другом, там, у олигархов в Гонконге и в Салониках, у них друг с другом больше общего, чем со своими согражданами, живущими, так сказать, на земле. Это я абсолютно согласен. Получается, что их невозможно кооптировать, эти протесты, потому что они в разных измерениях. Управление наднациональное, а протесты идут вот от почвы. Я бы сказал так, что наднациональный характер процессов управления экономикой, это их функционирование. Ну, то, что называется менеджером, и топ-менеджеры, они в большей степени сейчас у руля, так сказать, в мировой экономике глобализированы, нежели собственники. Хотя собственники, 86 человек сейчас, я если брать, вижу, но не доходы, а собственность, имеют столько же собственности, сколько примерно 40% человечества, 3,5 миллиарда человек. Можете себе представить? Да такого никогда не было. В истории человечества. Но дело не только в этом контрасте, а в принятии решений, основы, те методы и правила принятия решений, которые практикуются этими элитами, они одни, они непонятны и неприемлемы для тех, кого они касаются непосредственно. И вот тут-то этот разрыв, он, конечно, ведет, на мой взгляд, прежде всего к одному, росту национализма. В самом широком смысле слова этого. То есть это может быть ксенофобия, может быть расизм, как угодно. Но национализм в принципе, что это такое? Ну вот мы знаем формулу нашего президента, что такое патриотизм. Это люди, которые любят свою страну. А кто-то, что такое национализм, тот ненавидит другого. И это не только в стране, но это и в обществе. Именно так. И сегодня, когда 320 миллионов человек являются, каждый 115-й, по-моему, человек является мигрантом. 115 миллионов. Это серьезно. Это, простите, 315 миллионов. Это огромная страна, понимаете. Она живет в других странах. И естественно, что если они вроде находят там более благоприятные образы, уровень жизни, чем у себя на родине, то те, кто их принимает или вынужден принимать, реагируют на это очень остро. И мы видим каждый день, как это происходит. И я думаю, что то, что в Великобритании сейчас совершенно непредсказуемая ситуация, связано во многом с этим. Где именно совершенно конкретно британская супертрадиционная система зашаталась. На севере Великобритании, объективно говоря, старые отрасли промышленности, они, так сказать, выходили в тираж. Безработица высокая. И туда же шел основной приток иммигрантов. Иммигрантов, которых сначала польский водопроводчик известный принимали очень большой охотой, а потом задумались. И вот то, что сегодня происходит, это прямое следствие этих неуправляемых процессов не просто социальных, но теперь уже и национальных. Вот, да, мы, собственно, подошли к международной части, более международной части. Опять же, вспоминая события 60-х годов, все происходило, все вот эти социальные мощные потрясения происходили на фоне весьма острой фазы Холодной войны. Ну, наверное, не самая острая, бывали и хуже, но в целом 60-е годы, ну, опять же, Вьетнамская война и все такое. После потрясений началась, ну, там, у нас началась разрядка с американцами, у американцев с Китаем началось вообще размораживание, в Европе началась, в этой самой, в Германии, в Западной Германии появился Вилли Брандт, как, кстати, вот продукт этого бунта молодежи, вот о чем вы говорили вначале, во Франции имела одно, в Германии была специфика, что это была молодежь, которая начала спрашивать у отцов, а где ты был там в 43-м году. И выяснилось, что многие из тех, кто стали добропорядочными бюргерами, они были совсем не там, где должны были бы быть, но только об этом никто раньше не говорил. То есть вот эти внутренние сдвиги в обществах, они повлияли на международную палитру и на следующие, ну, наверное, не знаю, 5-7 лет это был вот другой совсем период. Сейчас мы наблюдаем с одной стороны вроде бы там карикатурную, пародийную или не очень, но какую-то реинкарнацию холодной войны, то, что мы с вами обсуждали два года назад, в самом ее начале. Значит ли это, что мы можем ожидать, наверное, смещения фокуса, скажем, на Западе и понимания, что надо как-то вот успокаивать или это вообще невозможно сейчас? Ну, это самый сложный вопрос, естественно, но самый важный. Если социальные механизмы внутри обществ, отдельных странах, а теперь мы видим, что из страны в страну это как Бекфорд и Шнур распространяются везде, цепной реакции, да, то, соответственно, все менее управляемыми становятся и международные отношения. Даже и потому, что в самых разных режимах, и не только, там, скажем, в либеральных демократиях, но и в самых авторитарных режимах, казалось бы, все зильные диктаторы, они должны очень серьезно учитывать, ну, настроение своих подданных. И иногда, значит, их ждет судьба совершенно для них неожиданная и катастрофическая. Вот. Так вот, и, соответственно, они принимают решение с учетом каких-то соображений, которые другим, их партнерам по международной политике непонятны. То есть, их прогнозировать поведение оппонентов и все становится все труднее. Это действительно так. Я не говорю, что мир погрузился в хаос уже. Нет, этого нет. Но что главное? Этого нет? Пока, да. Что вы? Этого нет? Нет, это есть, конечно, но еще, понимаете, холодная война, конечно, на мой взгляд, она уже началась по-своему. Не такая, как была. Холодная война была не хаос, а там, наоборот, все урегулировано. Да, нет, много сейчас уже таких симптомов, которые весьма похожи на то, что было. Но по-другому. Вот это то, что по-другому. Мне кажется, что та холодная война была все-таки, она была очень плохая и страшная, но она была все-таки управляемая. Были случаи, когда, возможно, было апокалипсис, то есть, действительно, ситуация выходила из-под контроля. Это Кубинский кризис, это Берлин, там такие вещи были. Но это исключение. И они влияли на принятие решений таких, где нужно было соблюдать правила игры. Сейчас это становится все реже и реже. А число таких вот что ли, кризисных ситуаций начнет растет. Вот я сейчас попытаюсь как-то выстроить такие три принципа разных отношений между государствами. Четвертого придумать трудно. Из... Четвертого? Да, да. Из теории игр. Значит, первое, это то, что было в ту холодную войну главным. Игра с нулевой суммой. Все, что я выиграю, ты проиграешь, и наоборот. Это было главное правило холодной войны, но вплоть до... второй вариант, вторая парадигма. Это значит, win-win, то есть оба выигрывают. Я больше, ты меньше. но мы игроки, как в любой сделке, ну, кто... оба выигрывают, но в другой раз ты будешь выиграть больше, и наоборот. И есть третий вариант. Это lose-lose. Оба проигрывают. И... Но каким образом? Он... Каждый считает, что вот тот, другой проиграет больше, или то, что проиграю я, легче вынесу, чем он. Вот я думаю, что и та холодная война, и ее, как вы сказали, карикатура, не только карикатура, ее, так сказать, некое подражение. Новое издание сегодня, они как раз в разной пропорции сочетают все эти три принципа. То есть есть и в 90-х годах, после 91-го года распада Советского Союза и конца холодной войны и биполярного мира показалось, что весь мир будет жить в благостном состоянии, когда главным правилом будет win-win. Все будут выигрывать. Тем более, что есть такие глобальные проблемы, с которыми одна страна или, так сказать, даже группа стран справиться не может. Раз глобальные экономики и страшные такие вещи, как климат, как ресурсы, демография, все эти проблемы, они глобальные и с ними можно справиться только в глобальном масштабе. Что мы видим сегодня? по сути дела, даже двадцатка принять какие-то достаточно серьезные совместные решения перед лицом этих мировых кризисов не в состоянии. Сегодня нет сегодня такой структуры мирового управления. при наличии десять сотен международных организаций, начиная с ООН и ее Советы Безопасности, которые управлять этими процессами сегодня не могут. Спрашивается, почему? Неужели нельзя договориться все-таки по-хорошему? Видите, получилось так, что дело не просто в том, что каждая система, каждая страна имеет интерес, объективный интерес. Они понимаются по-разному, разными слоями общества, это понятно. Но, тем не менее, есть объективные государственные интересы, экономические, геополитические, прочие и так далее. Есть разница в ценностях, безусловно. Мир сегодняшний, он вроде бы един экономически и даже перед лицом этих вызовов, но этот мир живет в разных эпохах, одновременно. Он живет сегодня в одной, а каждая цивилизационная единица, релиал, он живет в другую эпоху. И его ценности отражают ту эпоху, в которой он живет ментально. Не только по уровню экономического развития, нет, по своей идентичности, которая, как мы видим в национальном плане, все более важна. Вот в этом отношении добиться такого решения, который был бы win-win, то есть каждый бы взял свое, становится все труднее. Это совершенно очевидно. каждый, каждая сторона пытается доказать, что ей продиктовать кто-то решение не может потому, и не должен потому, не только у нее гордость и все интересы, а потому, что ему не простят его собственные граждане, если он покажет слабину. Понимаете, и это оправдывается вполне понятным опасением, что если действительно я пойду на какие-то уступки в данном конкретном вопросе, завтра это будет воспринято как признак слабости, и завтра я получу вызов гораздо более серьезный по другому вопросу. И вместо того, чтобы искать выхода в пакетных сделках, как это бывало в той холодной войне, еще более раньше, получается таким образом, что такие сделки блокируются. Вот я тебе Сирию, ты мне Украину, такого не будет. Понимаете, не будет. В этом каждый конфликтный узел имеет свои законы. Вы знаете, я подумал как раз, сейчас вот был в Петербурге на экономическом форуме, который прошел под такой, не то чтобы под лозунгом, но как бы атмосфера в воздухе витала, что какое-то такое потепление наступило, Жан-Клод Юнкер приехал, ничего не сказал, правда, но сам факт, что приехал, действительно, но вот действительно атмосфера какая-то совершенно сюрреалистическая, потому что туда приехали те из европейцев, кто реально, ну действительно хотят, что все, пора с санкциями заканчивать, там, саркази, все такое. При этом уровень недоверия, вот даже между этими людьми, нами и ими, хотя они явно благожелательный настроен, ну на фоне остальных, совершенно фантастический, когда саркази говорит, ну, сделайте жест, вы же сильный, ну что вам, ну мелочи, а Путин ему, ну не ему, но на следующий день отвечает, а мы бы сделали, но нас же кинут, и вот, то есть, нет, и он еще другое Песков сказал, он говорит, а, это Песков, нет, Лавров, он сказал, мы благотворительностью не занимаемся, вот, да, нет, но Путин сказал, просто мы боимся, что нас кинут, ну это понятно, там все это предстоит, а в то же самое время, еще, вот еще более характерно, значит, министр на странах делал Словакии, Лайчик, Словакия, ну скажем так, на общем фоне, довольно скептически к санкциям относятся, они бы с удовольствием это все, и он говорит на заседании, там, ну, с ЕС, говорит, ну мы в принципе поддерживаем санкции, но мы же видим, что мы поддерживаем, а эти туда едут контракты заключать, что же мы поддерживаем-то, то есть, вот это вот тотальное совершенно ощущение, что ты на рынке с наперсточниками, причем они считают, что мы, вот это где шарик, а мы абсолютно уверены, что они, и поскольку это довольно безысходная ситуация, потому что ты наперсточнику по определению не веришь, потому что он всегда тебя обманет, значит, чтобы это как-то институционализировать, начинает нагнетаться вот это вот действительно подражание холодной войне, чтобы хотя бы придать псевдорациональную основу вот этому вот недоверию, хотя объективно, конечно, ничего подобного тому, что было там 40 лет назад, сейчас нету. Все это так. Я бы добавил только это уже для того, чтобы немножко так-то розовой воды подбавить наши черные эти самые. Видите, ведь вопрос, вот который мы сейчас задаем себе, самое главное, если такой торг, пошла такая пьянка, значит, режь последний огурец, не выйдет ли под контролем где-нибудь конфликт, и потом пойдет по концептной реакции по всему миру, и приведет уже к действительно неуправляемой термоядерной катастрофе. ведь этот вопрос возник еще до Второй мировой войны, еще до Первой, и как раз накануне Первой, когда накопилось очень много горючего материала, говоря, известного, основоположника, вот, но войны, тем более мировой войны, но никто вообще серьезнее считал, ну, какие там балканские войны, какая-то там Италия напала, там, отхватила. Франция скучала, видимо. вот именно, вот, но, мол, что-то особенно, ну, и что, так сказать, мы же все-таки уже не времена француза, Наполеона, там, и так далее, вот, и вот, были два аргумента, очень серьезные. Первый аргумент такой, что кто торгует, ему невыгодно воевать, что война гораздо более разъярительный способ решения проблем, чем развитие экономического обмена и торговли. Это первое. И под это подводилась целая философская основа. Ну, со времен, я не знаю, Монтескью, Канта, там, Агюста Конта, позитивиста, что через пришло к прогрессу и миру просто потому, что это выгоднее, что это рациональнее. И она так будет жить, потому что глупо, жить по-другому. Разорительная и страшная и не нужная, это главное. Ну, это тогда, значит, еще второй аргумент в пользу такой же оптимистической перспективы. Оружие это стало таким страшным, что применять его просто, так сказать, не то уж не выгодно, а неизвестно, чем это кончится для каждого, в том числе того, кто его, особенно первый, применит. И то, что он получит в военном отношении, никогда не оправдает собственных потерь, когда его противник прибегнет к тем же средствам. Вы видите, эта аргументация, она поразительно похожа на то, чем, казалось, жили мировые элиты в 90-е годы. Вроде бы, все прекрасно, мир глобализирован, так сказать, развивающие страны совершают феноменальный рывок вперед. к какой цели, понятно, это будет либеральная демократия, в случае необходимости есть полицейский, так сказать, он один, он наведет порядок, и все. Ничего этого не вышло. Вот оказалось, что даже, да, в районе холодной войны атомное оружие сыграло решающую роль в том, что холодная война не перешла в горячее. Это безусловно. А теперь, сегодня, это далеко не очевидно. Во-первых, расползание его идет. Несмотря на все усилия по нераспространению и вся заговорность, они все сегодня под вопросом. Все. Некоторые из них даже не ратифицированы тем же Соединенными Штатами, кстати говоря, и они, конечно, внесли, на мой взгляд, совершили чудовищную ошибку в гораздо худшую даже, чем Ирак, если можно вообще что-нибудь придумать, то это отказ от соглашения о противоракетной обороне той 1972 года. Вот это был, конечно, с их стороны крайне, так сказать, непродуманный шаг, но это просто они считали, что все позволено тогда. Тем более на волне этого самого терактов 11 сентября. сегодня вот эта гонка вооружений у нас, наше руководство клянется, что оно себя не даст тянуть в гонку вооружений, что все будет экономно и хорошо. Но сами понимаете, что сегодня ресурсы экономические не только в России, но во всем мире в общем на счету. Темпы роста мировой экономики после мирового кризиса, я имею ввиду великую рецессию 8-9 года, снизились и вот теперь есть теория вековой стагнации. То есть, понимаете, тот резерв, тот же рук, который накопила мировая экономика, недостаточен для того, чтобы по-хорошему разобраться и, так сказать, поделиться. Вот этот момент важен, конечно, и в социальном плане внутри стран. Это мы видим по тому, что про то, что говорили. это важно и сужает резервы для компромисса в международном делах. И не только экономические, конечно, но и политические, и ценностные, какие угодно. Вот это, на мой взгляд, конечно, очень опасно. Однако, все же, ну, я думаю, инстинкт самосхранения все-таки работает. И стремление к тому, чтобы не дать спирали этой, вырваться наружу, самой, приобрести свою динамику внутреннюю, такое стремление присутствует у всех. И рисковать собственным существованием, ну, никто, конечно, не хочет. Но, опять же, и уступать, в общем, особенно желающих много нет. Не там, не здесь. Вот поэтому мой лично общий вывод, я настроен так, я тот самый пессимист, который хорошо информированный оптимист. То есть, я считаю, что можно и нужно надеяться на лучшее, но надо смотреть трезво на вещи. Тот градус международных отношений, которого они достигли сегодня, я имею в виду в минусе, он надолго и всерьез. А вот удастся ли предотвратить его, что ли, катастрофическое дальнейшее снижение? Я думаю, что да. Да, потому что здесь есть все-таки материал и даже механизмы поисков каких-то решений, развязок. А тех, кто уж совсем отвязанные такие актеры, так сказать, такие, как Северная Корея, там, кто-нибудь еще, их можно в конце концов где-то ограничить. Ну вот мы с вами вспоминали перед началом Бжезинского, один из самых популярных у нас деятелей американского стратегического мышления. Ну, у нас все по поводу и без повода цитируют его книгу 1997 года «Великая шахматная доска», но Бжезинский, мне кажется, на самом деле у него есть свои такие пунктики, связанные там с происхождением, но в целом один из самых умных людей с таким системным взглядом на них. Безусловно, да. Интересно очень посмотреть эволюцию его взглядов после Холодной войны, потому что первая книга Бжезинского после распада СССР, которая вышла в 1993 году, называлась «Out of control», потеря контроля. И там он выражал опасения, что когда вот все это развалилось, вся прежняя система, вообще непонятно, что дальше будет. Потом была книга «Великая шахматная доска» в 1997 году, где ну такая несколько самоуверенность такая появилась, что сейчас мы все сделаем, расчертим это самое туда-сюда, а следующая его книга, о которой мы вспоминаем 2002 или 2003 года, «Глобальное пробуждение», опять о том, что нет, никакая доска уже там не доска, и не шахматы самое главное. Вот мир, массы, которые спали и которые не имели амбиции, они проснулись, и все, и мы ничего с этим не сделаем. Ну, я только одно бы добавил, что легитимность властей, которая сегодня у нас является главным принципом внешней политики России, она ведь во многом зависит не от каких правовых признаков или соответствия каких-то документам, предположим, она, ведя многом, определяется тем, как воспринимают народ, так сказать, те самые вот эти массы своих руководителей, те же самые элиты. вот тот отрыв элит от масс, о котором мы начали сегодня, он делает массы гораздо менее договороспособными, то есть для них, я это отвлекаюсь от характера режимов, и в демократических режимах, и в авторитарных, у каждого по-своему, вот это ощущение, опасение перед тем, как себя поведут массы, в случае чего, оно присутствует везде. Правильно, именно поэтому самое страшное это референдум, не дай бог людей спросить, не дай бог, они все равно неправильно ответят. Вы видите, Федор Александрович, как раз то, что вы совсем начали с британского экс-фрекса, ну кто мог предположить, что затеянный как политический маневр, маневр политический действительно вышел из-под контроля, и сегодня нет такой политической, экономической, моральной какой-то, что ли, силы Великобритании, которая скажет, вот будет так, а вот кто решит это, если на несколько, я не знаю, тысяч голосов перевесит чаши весов. Я вот, у нас был как раз вчера был коллоквиум об отношении Германии с Польшей, ну там, вот там, скажем там, но дело-то в том, что, как бы это выразиться, когда решается вопрос войны и мира, референдум не устроишь, понимаете, это и кому, какому там представительному органу не передай право принимать, ну он тоже у нас, так сказать, Совет Федерации тот же проголосовал все, что надо, но в других странах даже это мог быть по-иному, тем не менее, в целом, руководствоваться элитой, так сказать, тем, что они подконтрольны, им подконтрольны настроения масс, и что они могут ими управлять, как хотят, этого нет, этого нет нигде, а каждая сегодня страна, это мое глубокое убеждение, в мире, ну так, значительно, переживает сегодня кризис модели, все, не одна больше, а другая меньше, каждая по-своему, это касается Соединенных Штатов, и нынешние выборы это симптом, очень такой чувствительный, там с одной стороны Трамп, с другой Сандерс, это люди маргиналы вчера еще, а сегодня это мейнстрим, какой, неизвестно, то же самое касается и Европы, даже если вы возьмете Китай, вот казалось бы, ого-го, ведь будем смотреть на вещи трезво, Китай же ничего не изобрел, принципиально новый способ производства, ничего подобного, перед, до него, такой же азиатский вариант капитализма современного, нагоняющего, догоняющего развития, первое, прошла Япония, она тоже за 30 лет совершил такой же, теми же темпами, и результаты были, дай бог, и в результате сегодня Япония уже 20 лет стагнации, Хитай, надо сказать, им отдать должное, китайцы, поняли, что прежняя парадигма, которая дала им такие колоссальные совершенно результаты, больше не может, не работает, не может на дешевой рабочей силе импорта технологий и капиталов, и экспорта потребительской продукции в развитые страны, жить дальше, потому что покупать не будут и цены, так сказать, себе стоимы, платить надо больше рабочим, их тоже даже в Китае меньше, Китай сейчас экспортирует капитал в другие страны, что, о чем это говорит, о том, что, да, я уж не говорю про нас, просто, я думаю, это всем ясно и не будем отходить от международной темы. Как сказал премьер-министр, денег нет, но настроение хорошее. Вот, совершенно верно, но, видите, если вы возьмете Индию, Японию и Бразилию, которая в глубочайшем кризис сегодня, этот кризис элит, это не кризис людей определенных, это кризис действительно той прослойки общества, которая оказалась сегодня оторванной и по определенным совершенно причинам, не просто интеллектуальным, нет, экономическим, социальным от массовой базы, и поэтому этой базой она больше не управляет. А раз это так, соответственно, и международное общество становится менее управляемым. Ну, вот Китай, который Юрий Ильич затронул, но сейчас уже мы не будем вдаваться, это отдельно огромная тема, я думаю, что мы, может быть, даже следующий вот цикл начнем с Китая опять, потому что у нас тоже недавно было такое обсуждение по Китаю на факультете в высшей школе экономики, и там я услышал от специалистов поразительную вещь, вернее, я уже слышал это раньше, но думал, что это такая случайность. Китай ведь один из уроков, которые они выучили из распада СССР, о чем они всегда говорили, то, что сменяемость должна быть, власть должна меняться, она не должна меняться демократическим путем, и вдруг, и это вот был предмет гордости, два срока, все, свободен, и вдруг появляются люди, которые говорят, президент Си Цзиньпинь, такой великий президент, что вообще надо подумать, вот это, конечно, ну, во-первых, это настораживает, мы знаем, что бывает, когда не сменяется, но самое главное, возвращаясь, на самом деле, к началу, идея о том, что такая либеральная вот эта вот транзитология, что средний класс возникает, потом он требует прав, потом демократия, вот Китай, на самом деле, подошел к той развилке, когда либо надо демократию, но тогда есть риск, что вообще все, к ядре, не фея, не извините, развалится, либо наоборот, вот наоборот, начинается зажим, когда надо держать этот средний, ну, вообще все держать. Видите, в чем дело, другой пример, очевидный, и у нас, даже еще недостаточно, я думаю, известный, это Турция и Эрдоган, ведь Эрдоган, надо прямо сказать, не просто он лично, но вот та исламоконсервативная партия, так называемая, которую он руководит, она ведь сделала очень много, она сумела вывести, ну, утроить тоже, извините, так сказать, ВВП, очень короткий период, причем она втащила под лозунгами консервативными, исламскими, в светском, диктатуре, ну, военных диктатуре государства, Ататюрка, она втащила, ну, 20-й век уж точно, глубинку, деревню, там, провинциальные города, вот средний класс, турецкий, появился, и он сегодня Эрдогану дал, конечно, очень много карт в руки, и Эрдоган взял, не только стал, ну, что ли, таким сильным человеком, так сказать, ну, как это, авторитарным лидером, харизматическим, он стал просто диктатором, и то, что он натворил уже, так сказать, ну, с нами тоже, о чем-то говорит, вот в этом и вся опасность, и это, ведь, такие харизматические лидеры, это не то, что противоречит, вот, той динамике, о которой мы сегодня говорили, наоборот, они ее продукт, когда элита, уже не может, выполнять свои функции, коллективно, тогда появляется тот человек, который я знаю как, ну, да, рука, вот, я знаю как, и это, между прочим, касается в разном контексте, таких людей, это вот сейчас замечают, вот, американцы тоже, с удивлением, и даже некоторым, серьезным опасением, и в Японии, с Абе, и в Индии, с МОДИ, казалось бы, совершенно демократически, пришли к власти люди, я уж не говорю про Китай, там, Россию, там, тоже с Турцией, нет, но везде, поиски, какие-то уже, даже отчаянные, поиски, ну, найдите того, кто скажет, как надо. Ну, да, на Филиппинах сейчас, какой-то, да, совершенно верно, это общая тенденция сейчас, она вот, в последнем номере, в Порноферс, целая статья, о том, что демократия, вот, в прежнем понимании, полиалистическом, она отступает, отступает, почему? Вот, по тем же самым причинам. Вот, я бы хотел просто уточнить, ну, несколько моментов. Момент первый. Кризис 2007 года реально не закончился. И он продолжается, и до его конца, ну, 5-10 лет, если нам хорошо повезет. Почему я это говорю? Не потому, что там эта теория мне нравится или нет, а потому, что этот кризис, в отличие от всех остальных, и того, что вы упоминали, перед Первой мировой войной, на самом деле глобален. Перед Первой мировой войной, Англия и Германия, могли поделить Африку. В настоящий момент, миру, который глобален, делить нечего. Можно поделить Луну, но ее не достанешь. И третий момент, который есть, это то, что предыдущее развитие общества, похоже просто, как сказать, осуществилось за счет займа из собственного будущего. И таким образом, сейчас получается, что кризис глобален, общество перепотребило из собственного будущего. Таким образом, путь мировой экономики только сжатие. И таким образом, система вин-вин невозможна, потому что вжимающиеся экономики два не могут выиграть. Вин-вин возможно тогда, когда система расширяется. Если вспомнить того же Пола Кругмана, который говорит, ребята, а у нас там первый, самый богатый один процент, десять процентов, и по доходности, и по собственности занимают огромное количество. Ну, то есть, реально сопоставимы с остальными, то возникает вопрос, если система сжимается, и она заняла у собственного будущего, это значит, ну, так, извините за мой французский, в системе есть лишние деньги. Эти деньги должны быть уничтожены. И тогда возникает вопрос, чьи деньги будут уничтожены. И при таких обстоятельствах, учитывая то, что самые богатые намного богаче всех остальных, они не могут решить проблему, отобрав у остальных нечего. Это значит, что они должны отобрать друг у друга. И вот вам объяснение, почему они не верят низу, потому что этот низ однозначно проигрывает. И почему они не верят друг другу? Они должны друг друга убить. Вот. Это, ну, некая там, как сказать, некий срез, потому что все, что вы говорили, крайне интересно и большое спасибо. Но вот это чисто экономический момент, что мир обречен сжиматься в экономическом смысле. Я можно? Простите, да, я правильно помню, что нечто подобное изложено знаменитой статье Владимир Владимировича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Я мне совсем... Да. Нет, нет, я к тому, что Ленин-то правильно, да-да, писал многое, поэтому... Видите, во-первых, я вас поздравляю, потому что меня было бы приятно было вас слышать, вы абсолютно правы. Вот, если брать этот последний действительно кризис, их было много, разных, вот уже за последний там 40-50 лет, но они были частичные, или локальные, или, так сказать, ограниченные каким-то аспектом экономического цикла, более или менее цикличные. Системный кризис, это был 29-й год, действительно. Это было то, что классическая, в российской, так сказать, плактовке было кризис перепроизводства, то есть нельзя было покупать то, что произвели. А я небольшой поклонник Анатолия Борисовича Чубайса, но он, на мой взгляд, очень удачно определил вот эту невеликую депрессию, как называют на Западе 29-й год, а вот 2008-й его называют великую рецессию. Вот он определил, что Чубайс таким, тот был кризис перепроизводства, а этот кризис перепотребления. Но дело-то в том, я добавлю к этому, что перепроизводление не просто так, а в долг. И этот момент, вот это вы имеете ввиду, это абсолютно так, именно так, то есть фактически это попытка переложить на следующее поколение то, что потребляют сегодня, в долг, и не только произведено, и производят. Вот этот момент, я не беру, конечно, главную экономическую, финансовую державу, в Соединенные Штаты, оттуда он пришел, действительно, и там кризис этих сапрем, правильность, этих недвижимости, это все, это механизм теперь известен совершенно. Но выйти из него, так, ну, на какую-то не очень низкую, так сказать, ступень роста, темпы роста, удалось превращением частных долгов в государственные. двадцатка собралась, и независимо от того, там они в Востоке, на Западе, или где-то еще, они все решили залить этот пожар деньгами, то есть остановить цепную реакцию банкротства, ну, начиная с главного этого самого банкротства, остановить эту цепную реакцию за счет государства. и вот тут эти долги начали пухнуть, как, собственно, тесто в опаре, остановить этот процесс становится все труднее. Практически говоря, вот эта битва в американском конгрессе вокруг каждого процента государственного, увеличения государственного долга, это не случайно, конечно, явление. и то, что у нас, вот эти разговоры насчет денег нет, они, и то, что Россия сегодня не хочет лезть во внешние долги, во-первых, ей не дадут, начнем с этого, а во-вторых, она говорит, мы будем занимать у своих граждан. Вы знаете, этим занимается, Китай, очень долго, и вот его, так сказать, системный кризис сегодняшний, его модели, связан с тем, что и у Японии, и у Китая, поскольку у них в принципе разновидность капитализма очень похожая, азиатская, внутренний долг не другим странам, своим гражданам, 250% ВВП, это очень много, и это может плохо кончиться, для японцев уже, ну не крах, а стагнация, а для китайцев может быть и хуже. Вот это вот вещь, и Соединенные Штаты в этом отношении, выйти только за счет привилегии доллара, что это все, 48% мировой торговли за счет доллара, это, вы знаете, долго можете не продержаться до конца. Вот это действительно правильно, и тогда возникает последний вопрос, я уже добавлю, те же китайцы обратили большое очень внимание на, вот, канун Первой мировой войны, тогда в ходу, не тогда, уже спустил, когда, столетняя годовщина была, очень большой успехом получила книга Кларка, значит, «Бредущие во сне», «Sleep workers», как те, кто руководил европейской политикой, не знали, к чему они идут, и потом, как они рыбали на себя волосы, не знали, так сказать, как они могли быть такими слипцами. Отсюда сделали вывод такой, что, может быть, прав древний греческий историк Фухедит, который тогда еще анализируя мировую тогда, произошла за Грецию, войну между Спарцей и Афинами, вокруг каждой из которых объединились остальные города государства Греции, причем Фарта была аристократической, а Афина демократической, все очень похоже. Вот, и вот, значит, оказалось, что поднятие Афин вызвало тревогу Спарте, и они схватились, и кончилось тем, что Спарта, Греция оказалась вся разоренной, и попала, значит, под господство сначала Македония, а потом Рима. Вот, говорит, не будет ли это теперь, но когда вот так стоит вопрос, о чем это говорит, загадка Фухедита, он так сформулировал дело, что если одна держава поднимается, а другая держится за статус-кво, где-то они сойдутся на узкой дорожке, как два барана на мосту, и тогда будет, как говорится, плохо обоим. Вот этого надо, считай, мудрые китайцы, избежать. А вот как это избежать, и за счет чего, вопрос остается, к сожалению, открытым. И каждый его будет решать по-своему. Юрий Ильич, можно ли сделать вывод из того, что вы нам сегодня рассказали, о том, что революция 68-го года потерпела поражение, потому что был сильный, мощный, сильный, средний класс, который стоял на страже более традиционных, более консервативных ценностей. А нынешняя революция вполне может и не потерпеть поражение, потому что средний класс очень размытый, ослаблен. Я думаю, что вот ваш вопрос, меня очень радует, что вот именно так его сформулировали, точно соответствует моему впечатлению. Именно так. Я бы сказал, что нынешний средний, и тогда, когда разбушевала стихия, так сказать, начатая бунтами молодежи против там отношений в обществе, в семье и так далее, то, естественно, основная обывательская масса того же среднего класса, традиционного, она действительно спасла ситуацию. Сегодня действительно этот средний класс, он недоволен, и он цепляется за такие устой прошлого, которые сами по себе не стабилизируют общество, а наоборот раскачивают его. Прежде всего, это национализм, конечно, крайний, и социал-демагогия. Это то, что называется словом популизм. Что это такое, популизм? Это когда претендент на роль харизматического лидера обещает всем, что они хотят, и говорит то, что они хотят от него услышать, не абсолютно не стесняясь того, что это невозможно. И более того, что он, и в этом стоит главная особенность этих харизматических лидеров, они обещают прямо противоположные вещи одновременно, и им верят. И поэтому их массовая поддержка, это люди, пришедшие с очень разных социальных, политических и всяких прочих горизонтов. Понимаете? Вот это действительно дестабилизация среднего класса, это явление связанное с мировой экономикой, безусловно, она не признак, как говорится, краха, или там, я не знаю, тупика, что ли, но она признак такого серьезного перехода, который каждая страна должна осуществить по-своему, применительное с учетом своих собственных, ну, как говорится, ценностей, своей идентичности, культурной, политической, какой угодно, и, конечно, экономических и прочих возможностей. Это именно так. Вот сейчас такой вот модный сюжет в дискуссиях о мировых проблемах, как четвертая промышленная революция. Ну, это такие уже футуроводические изыски, там, когда каждый товар делается персонально для какого-то потребителя, и, так сказать, вот, что ли, уже не станок с программным управлением, а индивидуально, и чуть ли не каждый может дома получить тот, заказать тот товар, который ему нужен, как в том виде, в какой ему персонально больше подходить и так далее. Ну, плюс же к этому, конечно, биологическое управление, так сказать, медициной, где генная инженерия, так сказать, заранее программирует, так сказать, с малоденческого возраста и даже раньше все дальнейшие болезни устраняет и прочее. Не об этом речь идет. Мне кажется, что главное, это даже не цифровая революция. Она, конечно, огромное значение имеет, безусловно. И, конечно, она, и не только прорыв, это очень важно, конечно, бывших развивающихся стран, некоторых из них. Я бы сказал, что главное то, что энергетический транзит не закончен, и он закончится не скоро. Первая промышленная революция в Великобритании в конце XVIII века, это была революция угля, пара, паровоза, парохода, станков на паровых двигателях. Следующая, середина и конец особенно XIX века, это нефть, это газ, электричество и все связанное с ним, самолет, пароход, автомобиль и прочее. Танк. А вот уже новая революция, которая произошла после Второй мировой войны, более того, уже где-то начиная с 70-х годов, вместе с глобализацией, эта революция не закончилась. По-видимому, глобальное изменение технологического уклада, я повторяю, глобальное, а оно распространяется по всем странам, в каждой стране, в каждом регионе мира будет происходить по-своему, более успешно или менее. И вот тот, кому удастся, на мой взгляд, раньше и успешнее решить эту проблему для себя, тот и выиграет большое соревнование. Ну, я вот про Четвертую революцию, действительно, сейчас говорят очень много, собственно говоря. Она не Четвертая, а Третья. Да, ну, да, как считать. Президент на Петербургском форуме тоже про это говорил, по сути дела, даже я вздрогнул, когда из уст его услышал слово стартап, вот уж не ожидал, что именно от него услышать. Я вот думаю, вот что, пожелаем успеха Четвертой или Третьей любой технологической революции, вот все это био там и так далее, потому что у нас есть в России, по крайней мере, одна четкая задача, связанная с этой революцией, это изобретение искусственных футболистов. То есть, чтобы они, наконец, играли так, как должны, и тогда чемпионат мира мы, наверное, выиграем. В заключении, у меня к вам, вот, давайте рискнем репутацией, чем закончится референдум в Великобритании? Я тоже, как и вы, считал, что все-таки ин останется. То есть, я до сих пор склонен считать, что это более вероятно, более логичный результат. Не потому, что я сочувствую ему или нет. Не в этом дело. Я только одно скажу, в чем я глубоко убежден. После 23 июня останется Великобритания или выйдет она, в любом случае Европейский Союз не будет тем, чем он был раньше. Это однозначно. Те условия, которые уже выторговал Кемерон от Брюсселя, уже, они настолько исключительны, что одна Великобритания в таком положении никак не останется. И то, что все эти что ли трещины, которые прошли не только и между Востоком и Западом, новыми членами и старыми, в связи с этими беженцами, между Севером и Югом, в связи с долговым кризисом, эти трещины углубятся, безусловно. И если Европейский Союз выживет, он будет другим. Ну, будем надеяться, что будет лучше, чем нынешний. Ну, Юрий Ильич Рубинский, помимо того, что он выдающийся ученый, я напоминаю или сообщаю, кто не знает, он много лет работал дипломатом. Поэтому на вопрос он ответил, но репутации не рискнул. Я рискну и все-таки предположу, что не выйдет Великобритания из Европейского Союза, хотя полностью согласен с тем, что сказано выше. Дорогие друзья, большое спасибо. Как и в начале я объявил, мы прерываемся до сентября. Спасибо всем, кто ходил к нам весь этот сезон, особенно в этот последний, но, на мой взгляд, очень интересный раз. До новых встреч. Следующий год будет не менее интересным. Это я вам точно обещаю. Спасибо. 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 Спасибо.